где веет древним ветром эпохи Палеолита. Кабустан – это совершенно уникальное место недалеко от города Баку, где 6 тысяч рисунков, разбросанные по тысяче скал. Древний человек здесь жил аж 34 тысячи лет до нашей эры. И до эпохи Средневековья люди оставляли здесь свои следы. Предлагаю исследовать все по порядку. Главное, как и все самое замечательное в этой жизни, габустанские наскальные рисунки были обнаружены абсолютно случайно, поскольку со Средневековья люди уже здесь не жили, а просто ходили туда-сюда периодически. А в 30-х годах прошлого века здесь начались разработки камня для строящегося города Баку и окрестностей. И вот совершенно случайно люди, копнув экскаватором пару раз, обнаружили, что здесь оказывается целый культурный пласт. Вот и подумаю после этого, может быть, стоит повнимательнее смотреть себе под ноги. Пещера называется Мать. Почему Мать, объясню позже. Ой, господи. Интересная штука заключается в том, что люди жили здесь тысячелетиями, и вот с эпохи Верхнего Палеолита, потом Мезолит, потом Бронзовый век, проходя мимо этого места, они как бы рисовали рисунки над теми, кто жил до них, поэтому здесь целая летопись поколений. Вот какие орудия были людям доступны, вот тем они и рисовали. Вот эта вот коза выбита уже инструментами, доступными человеку в Бронзовом веке. Почему Мать, теперь объясняю? Потому что все эти тысячелетия люди жили хорошо, у них не было никаких проблем, потому что у них был матриархат. Понимаете, да? Женщина – символ плодородия, продолжения рода. И вот, собственно, чем у женщины больше были бедра, это вот портрет матери, обратите внимание, вот, тем она считалась более, как бы так сказать, так, фертильной, что ли. Ну и, конечно же, неплохой бюст. Вот лица у женщины не видно совсем, но это, в общем-то, никогда не было важно. Вот вам каноны красоты наших предков. Мне кажется, это как-то больше похоже на правду, нежели вот эти наши глянцевые девушки, исправленные в фотошоп. Вообще, конечно, я понимаю людей, которые здесь столетиями ходили и не могли разглядеть этих уникальных наскальных рисунков, просто потому что уже тысячи лет прошло, рисунки, конечно, немножко стерлись. Наверное, человек, эдак, ну, не знаю, семь, что ли, сложно уже сосчитать, женщин, которые танцуют некий прообраз исторического азербайджанского танца «Ялы», держась вот так вот за руки. Не знаю, насколько будет вам хорошо видно, лица этих женщин истории, конечно же, совсем уже не сохранило, но от этого они не становятся менее прекрасными. Но, конечно, не только любители археологических достопримечательностей могут приезжать в Губустан, а, например, и девушки, у которых еще не все в порядке с личной жизнью, в плане «никто замуж не берет». Вот это камень счастья. У него посередине дыра. И считается, что если девушка, которая еще не нашла своего спутника жизни, прямо-таки до гроба, три раза пролезет сквозь эту дырку, то он прямо о быньке и найдется. Мне, в общем-то, сюда залезать не надо, у меня уже все нормально, а вот некоторым могу посоветовать, приезжайте сюда. Еще одно интересное место называется «Пещера быка». Ну, как слышится, так и пишется. Вот вам бык. Причем этот бык более древний, чем вот этот. А почему? Потому что этот дикий. А этот уже домашний, была проведена, так сказать, работа среди животных. Здесь дальше, это я пытаюсь вам объяснить, если вдруг вы не видите, вот лодка, вот люди, кораблекрушения, однако. А вот совсем вот за углом. Видимо, вот эта вот девушка, которая вот к нам ближе, она удачно прошла через этот камень счастья, потому что изображена свадьба, то есть процесс бракосочетания. Девушка – молодой человек. А чуть-чуть дальше там козлы, которые почему-то считаются символом любви. Но это, наверное, тогда родилась поговорка «Любовь зла, полюбишь и козла». Удивительно, но факт. Турхиердал – это, кстати, не он. Тот самый легендарный путешественник-ученый, который на своих плотах и кораблях Контики, Ра и Тигрис преодолевал огромные морские расстояния, тем самым доказывая, что первобытный человек без всяких навигационных приборов мог перемещаться и колонизировать земные пространства. Так вот, когда он узнал, что в Гагустане здесь обнаружен вот такой вот наскальный рисунок, изображающий корабль, который, по некоторым прикидкам, мог вмещать до 40 человек, так вот он приезжал сюда, причем несколько раз. И на основании сходства вот этих кораблей и такого же рода лодок, которые были обнаружены на его родине, в Норвегии, там, на скалах, он установил, что, может быть, далекие предки норвежцев прибыли туда, в Норвегию, отсюда, с Кавказа. Ничего себе расстояние, да? Нормально. Но тогда получается какая штука, посмотрите-ка. Если наши, так сказать, цари пришли к нам оттуда со стороны викингов, из Варяг в Греки, то получается, что все мы немножко азербайджанцы, да? А в довершение всего здесь открывается потрясающий вид на долину. А у меня к вам, Дим, знаете, вот какое предложение. Вот приезжайте сюда сами и исследуйте все, сколько хотите, потому что, как вы понимаете, за время сюжета все 6 тысяч рисунков показать вам было абсолютно невозможно. Только не оставляйте надписи типа «Здесь был Дима». Это, конечно, тоже наскальная живопись, но все-таки будем уважать память древнего человека.